СПОНСОР ПРОГРАММЫ КИНОКОМПЛЕКС РОДИНА Новый год начнется под музыку Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» 18 декабря в 18 часов в кинозалах Центрального универмага. Кто никогда не был ребенком, никогда не будет взрослым. Здравствуйте! Это 99-я страница программы для тех, кто любит читать. Новая литература для подростков перестала быть просто занимательной. В отличие от Золотого фонда советской литературы, она призвана объяснить ребенку не только разницу между добром и злом, но и помочь разобраться в трудной жизненной ситуации. А какие книги помогают в трудной жизненной ситуации нашим юным телезрителям? Какая книга поможет нам согреться осенью? Безусловно, та, которая напомнит о лете. И с этой задачей справится роман Ре Брэдбери «Вино из одуванчиков». Мы посмотрим на мир глазами 12-летнего мальчика по имени Дуглас Пойлдинг. Лето 1928 года запомнилось ему автоматом с конфетами, теннисными туфлями, поиском и созданием машины счастья. Но самое главное, что придумал Дуглас, это запасение солнечного тепла, солнечного света на все ближайшие зимние месяцы. Этот роман подарит нам веру в жизнь и веру в простое человеческое счастье, согревая нашу душу изнутри. Сегодня я расскажу вам о произведении Гавриила Трияпольского «Белый бим. Черное ухо». Это повесть о собаке, о добром и умном сеттере биме. Гавриил Трияпольский как будто проверяет своих персонажей через отношение к биму. Эта книга заставит читателей посмотреть на мир другими глазами. Когда я прочитал это произведение, я понял настоящую ценность слов. Мы в ответе за тех, кого приручили. Джон Грин. «Виноваты звезды». Это книга о подростках с нелегкой судьбой. Они больны раком, тяжелым заболеванием. Такие люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, гораздо сильнее нас. Морально. Но несмотря на это, они живут и радуются жизни, как и все люди. Искренне верят, что все заболевания и недуги пройдут. Находят в этом мире, возможно, хоть и недолгую, но настоящую любовь. Таким примером большой, но недолгой любви является молодая пара. Хейзел и Агастус. Они показали всему миру, что счастье есть. Что надо дорожить своей любовью, как это делал Агастус. Он знал и понимал, что проживает последние месяцы, недели, часы. И буквально до последних дней он скрывал правду от Хейзел, потому что дорожил ею, как никто другой, и просто не хотел делать ей больно. Разлучает, воссоединяет, укрывает, разоблачает. Набегая и отступая, все уносит за собой время. Условно говоря, новая литература для детей появилась на Западе примерно в 70-е годы XX века. Писатели заговорили с детьми, причем иногда совсем маленькими, на такие преждезапретные темы, как развод родителей, смерть, геноцид, тяжелая болезнь и жестокость. В первую очередь такие книги пишутся в Европе, в частности в Скандинавии. Отмечу, что и отечественные авторы уже в 90-е годы отважились говорить на разные сложные темы. А какие новые книги для взрослых детей считают лучшими? Узнаем в нашем рейтинге. Третье место. Андрей Жволевский и Евгения Пастернак. 52 февраля. Конец марта, но зима не сдает своих позиций. В городе Энн объявлено штормовое предупреждение. Снежные заносы, машины стоят в жутких пробках, сотовая связь отключилась и нет электричества. Вот в такой атмосфере случилось два душевных разговора на разных концах города. Два разговора о первой любви. Второе место. Ольга Громова. Сахарный ребенок. Эта невыдуманная история произошла в конце 30-х годов прошлого века. Очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя девочка вдруг оказывается дочерью врага народа. После ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии. Книга об искалеченных судьбах, о живой человеческой боли, которые стоят за статистикой и страницами из учебников. И первое место. Мариам Петросян. Дом в котором. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Это отдельная вселенная. Мир, полный тайн и мистики. В доме живут сфинкс, слепой, лорд, табаки и многие другие. Это клички обитателей интерната, у которых нет имен. В доме существует параллельный мир, и некоторые его обитатели умеют уходить туда и возвращаться назад. В России только несколько издательств печатают подобную сложную литературу. Среди них компас «Гид» и «Самокат». Благодаря издательству «Самокат» у юных читателей появились книги Артура Геворгизова, Анники Тор, Даниэля Пинака и других. В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг лауреата Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Эти книги помогают читателям-подросткам открыть для себя современных талантливых писателей. Об одной такой книге расскажет наш эксперт. Повесть «Билет до луны», которую написала Светлана Лобузнова, это трогательное, грустное, но при этом очень лирическое и чувственное история повествования. О детях, которые воспитываются в детском доме. Интересно, что эта история описывается уже взрослым мужчиной, который когда-то был воспитанником того самого детского дома. И именно ему выпала честь обрести этот самый «Билет до луны» и найти потерянную семью. Читатель вместе с главным героем путешествует сквозь воспоминания, запечатленные словно на пленке скрытой кинокамеры. Здесь есть вместо драме и юмору, и даже мистики. Юра вспоминает о неуютности казенных комнат, о расчетливости чиновников, о сердечном участии воспитателей, о переживаниях детей, кто из приемных семей был возвращен обратно в детский дом и о радости усыновляемых. Но несмотря на пережитые утраты и разочарования, главный герой вместе со своим другом Вовкой, тоже детдомовцем, говорит, нам надо прожить полжизни, чтобы понять, что кайф – это сама жизнь. Повесть «Билет до луны» понятна, проста и в то же время актуальна, потому что в ней рассматриваются вопросы, связанные с воспитанниками детских домов, с детскими душами. И именно поэтому этот труд был по достоинству оценен, и за нее автор этого произведения получила премию Сергея Михалкова, стал логератом международного конкурса в 2014 году. Не секрет, что литература стоит на первом плане в качестве источника вдохновения режиссеров. Продюсеры поняли, что читатель хочет воочию увидеть героев и полностью погрузиться в атмосферу любимого произведения. Вот и литература для взрослых детей получила жизнь на экране. Например, была экранизирована книга Джона Грина «Виноваты звезды» и Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». А какой не менее интересный фильм вышел на экраны, знает наш эксперт. «Звездные войны» «Звездные войны» – культовая фантастическая сага, включающая в себя 7 кинофильмов, а также анимационные сериалы, видеоигры, комиксы и книги, пронизанные единой сюжетной линией и созданной в 1970 году прошлого века американским режиссером Джорджем Лукасом. 16 декабря в прокат вышла ожидаемая новинка 2016 года «Звездные войны 8. Изгой 1» от режиссера Гаррета Эдвардса. Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду «Звездных войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрса. Она получает задания по поиску информации для уничтожения нового мощнейшего супероружия Империи. Вместе со специальным отрядом повстанцев Джин отправляется на спецзадания, но вскоре их миссия осложняется вмешательством беспощадного имперского посланника Тарта Вейдера, который должен сделать все, чтобы повстанцы не достигли своей цели. Зрителей ждут невероятные приключения, масштабные сражения, способные повлиять на судьбу всей галактики. У вас есть любимая книга? Поделитесь с нами в группе ВКонтакте, а мы расскажем о ней в нашей программе. Литература для подростков долгое время в России никак не поощрялась. Первой попыткой стала премия «Заветная мечта». Ее наследницей стала премия «Книгуру». Самая популярная сегодня премия подростковой литературы. Взрослые эксперты выбирают длинный и короткий список участников, но итоги подводят с помощью интернет-голосования подросткового жюри. Лауреаты премии АЕН, Эдуард Веркин и другие. В этом году премию «Книгуру» получила фантастическая повесть «Абсолютно необитаемые» АЕН. Подробнее о предпочтениях подростков расскажет наш эксперт. Универсальный эпитет книги для подростков. Интересно, что же входит в это понятие? Безусловно, интересный сюжет, увлекательность ситуации, необычайные происшествия. Интересная книга для подростков – это живой, понятный, доступный язык, обилие диалогов, юмор и обязательно счастливый конец. Диалоги в книге воспроизводят живую речь персонажей, помогая нам лучше понять их характеры. Так, в книге Фреда Адре «Лис у Лис» диалоги составляют основную часть книги. В ней вы не встретите описание природы, архитектуры или пейзажей. Существует мир, как две капли воды, похожие на наш. Но только живут в нем не люди, а звери. Эти звери пьют чай с пончиками, ходят в гости, носят одежду, разговаривают по телефону и ведут обычный в себе образ жизни. И вот однажды, в страшную ночь всех несчастных, благородный Лис у Лис выходит на улицу, чтобы собрать команду и отправиться на поиски клада саблезубых тигров. В книге много отсылок к другим произведениям. Например, археолога и охотника на расхитителей гробниц зовут Бенджамин Крот, что отсылает нас к циклу фильмов про Лару Крофт. Кролика-мафиози зовут Кроликоне, и так обыгрывается имя Дона Карлеоне из «Крестного отца». Не лишена книгой живого юмора. Нам задается некая ситуация, и мы ожидаем определенной реплики или действия, но в ответ получаем нечто неожиданное, что и вызывает улыбку. В 2006 году книга Фреда Адре «Лис у Лис» и «Клад саблезубых» стала лауреатом премии «Книга заветной мечты» и была выпущена большим тиражом, завоевав много поклонников. А у меня на этом все. И помните, книга, перечитанная по взрослевшим человекам, это уже совсем другая история. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова